Собирать подарок мы начнём с того, что создаёт новогоднее настроение. Поищем какой-нибудь интересный сувенир. Только следите за тем, чтобы он был не бьющимся. Среди мишуры и ёлочных шаров нам попалось стадо декоративных поросят. Берём золотую свинку счастья и добавляем немного новогоднего. Вот такую какую-нибудь веточку тоже можно положить вместо ёлочки. Большая ёлочка в пакет не влезет. Одна из главных идей нашей акции, боготворительной, это то, что мы перед Новым годом делимся теплом с теми, кому его не хватает. Одинокими бабушками и дедушками. Поэтому немножко тепла можно положить и в наш пакет с подарками. Например, вот такие тапочки согреют бабушку. Только смотрите, чтобы они были от 39 размера. И лучше, если у них будет задник. Кроме тапочек можно положить в кулек, тёплые носки, шарф, плед, полотенце. На ваш выбор. Ещё можно заглянуть в отдел с бытовой химией. Крем для рук и пен для бритья обязательно пригодятся. Мы заходим в отдел с посудой, подобрать для бабушки кружку, в которой она будет пить горячий чай весь следующий год. Ну а теперь пойдём искать сладости. Мягкие и без орешков можно на фруктозе. Ещё можно положить соки с трубочками или фруктовое пюре. Возьмём мармелад апельсиновый и пастилу клюквенную. Вот так. Чего забыли? Забыли мы о самом важном в открытке. Но тут же исправляемся. Берём самую красивую. Вы такую можете сделать своими руками вместе с детьми. Вот мы нашли открытку, которую искали. Вот она такая красивая, со снегирями. И поздравление здесь очень чудесное. Пусть Новый год исполнит желание и превзойдёт ожидания. Не забудем дописать крупными буквами от кого и пожелаем ещё что-нибудь от себя. Ну и мы приступаем к самой приятной части, завершающей, финальной. Мы собираем наш подарок. Отправляем в пакетик красивой сладости для нашей бабушки. Туда же отправляем чай для посиделок. Бабушки из дома престарелых часто ходят друг к другу в гости. Тапочки, чтобы ей было тепло. Новогоднюю вот такую красивую штучку. Такую полуёлочку. Кружку. В кружке у нас счастливая свинка, которая принесёт удачу на следующий год. И открытку. Её мы подпишем уже в редакции. Чтобы вам удобнее было собирать подарки, весь список того, что можно подарить, мы для вас составили. Из него выбирайте любые три позиции, складывайте их в пакет и приносите в пункты сбора. Адреса пунктов сбора вы найдёте на нашем сайте и на страничках в социальных сетях. Обязательно подпишите подарок, указав размер вещи и состав подарка. Так нам будет проще найти ему хозяина. За всей дополнительной информацией звоните в редакцию Афонтова 285-14-14. Нашего с вами тепла ждут одинокие бабушки и дедушки из пансионата в Солнечном. Клавдия Стримахович, Дмитрий Кутько. Афонтова. Новости.